Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Выходные в Сочи были омрачены не только тучами, но и поисками детей. В разбушевавшихся потоках погибли три ребенка. Протестированный в Сочи солнцемобиль получил приз на гонки в США. В соревновании участвовали 19 команд из разных стран. Король горы остался неизменным. В горах Сочи завершилось уникальное спортивное событие серии «Хард эндуро». Минувшие выходные в Сочи были омрачены не только тучами и штормовым предупреждением, но и поисками детей, попавших в разбушевавшиеся после ливня потоки воды. В Лазаревском мальчик выбежал на улицу и на глазах у бабушки упал в ливневую канаву. Ребенка потоком вынесло в море. Там тело было найдено спустя несколько часов. Накануне отец мальчика вместе с бабушкой, которая выписалась из больницы, увезли тело ребенка в Татарстан. Администрация Сочи выразила соболезнования семье и оказала всю необходимую помощь. Тем временем специалисты обследовали место ЧП по улице Октябрьской в Лазаревском. Еще в начале 60-х годов были проложены ливневые канавы. Это траншеи открытого типа, которые проходят с одной стороны практически по каждой улице поселка. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневой коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, а остальная его часть кратковременно затопила проезжую часть улицы, что не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем. Согласно изысканию инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом, поскольку в случае залповых ливней, которые характерны для Сочи, решетки могут быть сорваны потоком воды и послужить источником угрозы жизни и здоровью людей. Полное же отсутствие таких канав может привести к затоплению домов, как это уже произошло в поселке Тхагапш в 2016 году. Закрывать его невозможно, потому что мне однажды попробовали закрывать в те годы, она забывалась и затопнула дома вверху, поэтому была снята эта расчетка. Не было таких случаев, чтобы кто-то падал, тонул в этой канализации, такого не было. Это просто стечение каких-то обстоятельств нехороших. Подобный случай произошел в этот же день в районе села Пластунка. Взрослые вместе с детьми решили перейти в брод, поднявшуюся после дождя реку. Выбраться из водоворота удалось только взрослым. Детей разыскивали больше двух суток. Поиски не прекращались даже ночью. Спасатели, полиция, казаки, волонтеры патрулировали береговую линию от места, где пропали дети, до устья реки. Погибшую четырехлетнюю девочку спасатели обнаружили в районе пляжа 73-й километр. Тело ее старшего брата было обнаружено при помощи вертолета неподалеку от бывшего спорткомплекса «Спартак». Власти города принесли семье погибших детей искренние соболезнования. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. На Сочинских пляжах и в ночное время должна дежурить охрана, либо спасатель. Ведь, как правило, именно в темное время суток отдыхающие подвергают себя особой опасности. Об этом арендаторам прибрежных территорий напомнили на совещании в администрации города. О том, как обеспечивается безопасность отдыхающих на суше и воде, расскажет Ольга Десятого. Спасатели в громкоговоритель то и дело объявляют правила поведения на пляже и на воде. Не заплывать за буйки, не распивать алкоголь, следить за детьми. Напомнить никогда не бывает лишним. Ведь, разморившись на южном солнце, зачастую туристы забывают об элементарных требованиях безопасности. Особенно в вечернее время подчеркнули на специальном совещании, куда пригласили арендаторов пляжей. Охранники обязательно должны дежурить всю ночь. Либо спасатель, либо охранник. Потому что, как правило, у нас несчастные случаи происходят ночью, зачастую под утро и зачастую народ в нетрезвом виде. Поэтому здесь, независимо от того, что у нас с вами прописано в договоре, я заявляю публично о том, что каждый несет ответственность за безопасность жизни людей на пляжных территориях и на воде. С арендаторами еще раз проговорили, как себя должна вести охрана и спасатели во время шторма. Ведь даже большие волны и предупреждения об опасности купания часто не останавливают отдыхающих. Есть охрана пляжей, есть полномочия, есть обязанность арендаторов и собственников. И если у нас приходит внезапное оповещение, что вот непогода и смерч и так далее, громкоговорители есть, раздали всем текстовки, видеообращения, как правильно объявлять, как правильно беседовать с отдыхающими местным населением, чтобы они покидали территорию в свое время и не попали под эти неблагоприятные погодные условия. В Сочи 190 пляжей. И, как показывает статистика, с каждым годом, с точки зрения безопасности, каждый из них становится только лучше. Пляжи оборудованы охраной, медпунктом, спасательными вышками, средствами спасения. Персонал хорошо обучен. Комфортным и без последствий отдых должен быть не только на пляже и на воде недалеко от берега. За безопасностью в открытом море пристально следят сотрудники государственной инспекции маломерных судов. В рейды они выходят каждый день. Задача ГИМС – следить за соблюдением правил пользования водным транспортом. Это как сотрудник ДПС, только на воде. Инспектор проверяет документы на плавсредства. У капитана вот этого катера, который катает туристов на банане, с собой их не было. Он привез бумаги позже. Документы оказались в порядке. Это наша работа. Мы серьезно относимся к этому. Стараемся не нарушать. Но впредь наверняка будете возить документы. Да, я куплю бокс специально непромокаемый. Буду с собой возить их. За свою забывчивость капитан катера заплатит штраф. В среднем за купальный сезон, говорит инспектор по маломерным судам, служба выявляет до 200 нарушений. В основном незначительные. Пристальное внимание уделяем водному транспорту, моторным лодкам, гидроциклам и так далее. Наиболее крупные штрафы, это, конечно же, если не ставят на учет, не регистрируют в установленном порядке маломерные суда. То есть от 2 до 3 тысяч рублей. В Сочи, к счастью, все плавсредства зарегистрированы как положено. Немалые штрафы и лишение прав грозит тем, кто сел за штурвал в состоянии алкогольного опьянения. Но таких случаев в этом году на курорте выявлено не было. А это гарантия комфортного и, главное, безопасного отдыха, что, безусловно, важнее всего. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. К другим новостям. Больше 7 миллиардов рублей выделено в этом году на развитие сельского хозяйства в Краснодарском крае. Государственная поддержка отрасли остается приоритетным направлением в регионе, рассказал сегодня на краевом планерном совещании губернатор. Однако из всей суммы пока освоено чуть больше половины. Вениамин Кондратьев потребовал как можно скорее перевести деньги аграриям. Особенно это касается небольших фермеров и личных подсобных хозяйств. У нас любой день год кормит усилян. Поэтому чем раньше эти деньги дойдут до получателя, тем более это малые формы, еще раз подчеркиваю, это личные подсобные хозяйства, фермеры, тем устойчивее они будут себя чувствовать при определенных осенних работах, которые тоже позволят в следующем году уже получить очень хороший результат. Не может быть, если деньги есть, а до получателя, а до агрария они дойти не могут. Ну это, коллеги, ни в какие объяснения уложиться не может. Как минимум на 80% должны быть районы обеспечены субсидиями для поддержки малых форм хозяйствения от их заявок. Потому что, еще раз подчеркиваю, это обычные люди, которые на земле работают. Развитие сельхозкооперации – еще одна из важнейших задач, о которой говорили на совещании. Сегодня в регионе зарегистрировано 145 кооперативов. На Кубани разрабатывают программы поддержки для объединения фермеров. Сейчас в Краснодарском крае кооперативам, которым не больше двух лет, компенсируют до 90% затрат при покупке перерабатывающего оборудования. Винные реки, шампанские берега на Кубани подвели промежуточные итоги производства благородных напитков. За полгода на заводах Краснодарского края по бутылкам разлито более 6,5 миллионов декалитров вина и свыше полутора миллионов декалитров шампанского. Это больше, чем в прошлом году. Такой рывок связан в том числе и с восстановлением винодельческих предприятий, рассказал журналистом губернатор Вениамин Кондратьев. Не так давно на Кубани удалось реанимировать Масхака, один из старейших заводов в регионе и в России. В 2014 году предприятие было признано банкротом. При помощи Министерства сельского хозяйства ему нашли нового инвестора. Задача власти и моя задача как губернатора была в том, чтобы помочь сохранить Масхака, его виноградники. Не допустить, чтобы эта дорогостоящая земля использовалась по другому назначению. В марте 2018 года возобновлено производство винодельческой продукции. В апреле уже были розлиты первые вина Масхака. Этот кубанский бренд мы не потеряли. Напомню, что Краснодарский край занимает первое место в России по объемам производства вина. В прошлом году было разлито около 14,5 миллионов декалитров вина и чуть больше 3,5 миллионов декалитров игристых вин. Это более 40% от объема всего российского вина. Краснодарский ипподром принял скачки на куба губернатора. А лучшим стал жокей из Новокубанского района. Наездник и тренер Гнедова по кличке Князь Юсупов получили главный трофей из рук главы региона. Вениамин Кондратьев, обращаясь к зрителям конных гонок, отметил, что скачки на кубани – это добрая традиция, которая неразрывно связана с историей региона. Молодые казаки соревновались в джигитовке и всегда уверенно сидели на коне. Это не просто неотъемлемая часть нашей традиции, традиции этой земли. Это неотъемлемая часть нашей казачьей культуры, которой уже больше 225 лет. Эта традиция, эта культура, она созвучна нашей кубанской казачьей душе, такой же неутомимой, неудержимой, свободолюбивой. Стремящейся всегда быть первой. Само понятие «казачья вольница» – она в нашей крови. И вот эта традиция поколений, которая так бережно сохранялась на Кубани, будет продолжаться. Пока наши дети будут впитывать нашу казачью традицию, культуру, уважать ее, будет жить и наша красавица Кубань, и великая наша Россия. Также в этот день разыграли приз законодательного собрания региона и атамана казачьего войска. Всего состоялось 8 заездов до дистанции от 1600 до 2400 метров. Среди наездников разыграли больше 6 миллионов рублей. Одним из ярких сюрпризов дня стало выступление конного театра. Жакеи показали мастерство владения шашкой и виртуозное исполнение трюков. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не приключайтесь. Кубанские школьники стали участниками каникулярной программы в Сириусе. 14 мальчишек и девчонок попали в две смены образовательного центра для одаренных детей. Ребята помладше изучают там робототехнику, те, кто постарше, занимаются в школе космического пилота. Пообщаться с юными талантами накануне приехал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор Украины рассказали о своих планах на будущее. Ваша задача, во-первых, занять правильное положение корабля. Потом выяснится, что вы находитесь ниже МКС. Вам нужно будет подняться до оси стыковки и состыковаться. Задача действительно не из простых. Состыковать космический корабль с МКС не каждый взрослый сможет. А тут за дело взялись школьники. Правда, пилотируют пока лишь специальным тренажером. Эти ребята – участники космической смены в Сириусе. Летние каникулы для них вовсе не повод просто бесцельно проводить время. Да и когда отдыхать, если впереди еще столько дел, чтобы изменить мир? Чтобы стать человеком, который может изменить мир, отдыхать вообще нельзя. Для человека любимое хобби должно быть его отдыхом. Например, для меня заниматься программированием – это для меня отдых. Поэтому, если у тебя отдых – это любимое дело, которое поможет тебе изменить мир, тогда да. Будущий программист Ярослав живет в Кореновске. Вместе с ним в Сириус приехали еще 13 кубанских ребят. Это победители различных научных и творческих олимпиад и соревнований. Путевку в единственный в стране образовательный центр такого масштаба школьники получили благодаря поддержке губернатора края и сотрудничеству региона с руководством Сириуса. Ян Коцаренко из Геленджика в космическую смену не попал. Слишком мал по возрасту. В Сириусе второклассник изучает робототехнику. Но и эти навыки тоже пригодятся, уверен Ян. Свои 9 лет он уже решил – свою жизнь свяжет с профессией астрофизика. Я буду изучать планеты и шпутники в других системах, которые пригодны для жизни. Посмотреть на успехи кубанских школьников в Сириус приехал глава региона. Ребята наперебой начали рассказывать и показывать Вениамину Кондратьеву, каких роботов они собирают. Ведь на этом уроке нет никаких инструкций и правил. Каждый конструирует то, что захочет. Это один из основных принципов занятий. Дело в том, что вообще, в принципе, вот как я понимаю, робототехнику – это потенциальные конструктора, которых сегодня в России практически не осталось. А конструктор, в отличие от станочника, он не работает по чертежам, он работает из головы. То есть ему ставится задача, и он ее должен реализовать. Вот я сейчас и смотрю, как ребята могут начинать фантазировать. Как они могут мыслить. Насколько у них заложено мышление, насколько оно сможет им в жизни принести дивиденд и государству. Государству. Абсолютно согласен. То есть вопрос не повторять то, что сделано, а пытаться создавать что-то свое. И из них создавать будущих конструкторов, которые смогут продвинуть страну еще дальше. Да, да, безусловно. Спасибо вам большое. Пожалуйста. В Сириусе у ребят довольно насыщенная программа. В первой половине дня они занимаются своим исследовательским проектом. А после обеда – экскурсии по парку науки. Здесь собраны последние технологии разработки в самых различных областях. Это и медицина, биохимия, сельское хозяйство, цифровое производство. Тут даже есть импровизированная обсерватория, где воспитанники образовательного центра могут изучать звезды. Кстати, космические профессии, как оказалось, в числе самых популярных у наших мальчишек и девчонок. На встрече с губернатором кубанские школьники поделились со своими планами на будущее. Я понимаю, что в спутниках не меньше электроники, чем в остальных приборах. И получается, я вот смотрю, что мы сейчас проходим различные тренировки на этих спутниках, я понимаю, что они несовершенны. И я могу их тоже доработать, потом как-то делать так, чтобы удобно было. И для самих космонавтов управлять так и жилье. Это принципиально важно. Чтобы те таланты, которые в каждом из вас сегодня есть, раскрылись и послужили на благо и вам, конечно, и нашему краю. Ну а кому повезет, конечно, на благо нашей великой страны. Это очень важно. Главное в себе чувствовать этот потенциал. Не отказаться, не предать свою мечту. Запомните, не предать свою мечту. А идти к ней. Идти, невзирая ни на что. Важно, чтобы вот те таланты, которые у вас есть, раскрылись сейчас. И «Сириус» поможет это сделать и вам, и нам. Только с начала этого года участниками разных смен в «Сириусе» стали 40 школьников со всего края. Всего же в федеральную базу одаренных детей вошли 500 кубанских ребят. Все они уже смогли проявить себя. Площадки образовательного центра – это еще один способ заявить о себе, считает Внямин Кондратьев. Главное – не сдаваться и уверенно идти к своей цели. Ваши учителя, еще раз подчеркиваю, и ваши родители, они помогают вам раскрыться. Потому что они каждый день рядом с вами. Они первые, кто в вас поверил. Поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы им сказали спасибо в первую очередь. И не подвели и своих родителей, и своих учителей. Потому что они сильно, очень сильно в вас верят. Что вы на самом деле самые талантливые, самые одаренные, самые мыслящие, самые успешные дети в мире. Поэтому вот просто так держать. Еще раз подчеркиваю. Верьте в себя. Верьте в то, что у вас в жизни все получится. Загляните даже самый-самый дальний горизонт. Не бойтесь этого. Дерзайте, смелее. Я уверен, все у вас в жизни получится. Итогом программы в «Сириусе» для ребят станет научный фестиваль. На нем школьники представят и защитят свои проекты. И, как знать, может быть разработки именно наших кубанских мальчишек и девчонок в будущем перевернут мир. Мария Крошина, Денис Маскаленко и Сергей Щербин. Кубань-24. Сочи. Кстати, протестированный в Сочи «Солнцемобиль» получил приз на гонки в США. В соревновании принимали участие 19 команд из разных стран. «Солнцемобиль Сол», разработанный студентами Политехнического университета в Санкт-Петербурге, принял участие в гонке «Американ Солар Челлендж». Коллектив разработчиков получил приз как лучшая команда «Новичок». Идея принять участие в заездах пришла к руководителю команды Евгению Захлебаеву еще два года назад. Тогда и началась разработка автомобиля, работающего от солнечной энергии. В следующем году изобретатели планируют участвовать в гонках в Австралии, но уже с новым гоночным болидом. Разработка машины идет уже сейчас. Напомню, первый российский «Солнцемобиль» впервые презентовали в апреле. В июне машину тестировали на трассе в Сочи. Гоночный автомобиль оснащен солнечными панелями, площадью 4 квадратных метра, а корпус выполнен из углепластика. Авто способно развивать скорость до 120 км в час. В Сочи сегодня продолжают борьбу с американской белой бабочкой. Обработки с раннего утра подверглись зеленые насаждения в центральной части курорта. А сейчас в городе начался выход взрослых бабочек второго поколения. Первое наблюдалось в конце апреля-начале мая. Массовое скопление гусениц под деревьями и на тротуарах, которые горожане наблюдают, и от удивления фотографируют вот уже несколько дней. Это, как оказалось, результат плановой обработки растений. Если не вести борьбу с опасным вредителем, то за короткое время американская белая бабочка может превратить большой плодоносящий сад в пустыню. Второе же поколение гусениц, выход которых происходит в конце июля-начале августа, многочисленнее обычного. Ко всему прочему, эти чешуи-крылые распространяются по миру с огромной скоростью. И, кстати, не благодаря своим крыльям, а перемещаясь, к примеру, в ящиках с фруктами или в посадочном материале. Плановые обработки деревьев в Сочи ведут регулярно, таким образом не давая вредителю уничтожить зелёный наряд курорта. В основном опуляют специальными препаратами так называемые мягколистные растения. Ликвидамбр, клён. Любит американская бабочка и шелковицу. Реже встречается на платане и никогда на вечно зелёных. По мнению учёных, 18-й год сейчас носит пиковый характер. Это самое большое отрождение американской белой бабочки в этом всплеске. Мы находимся на верхушке параболы. В следующем году учёные ожидают сильное снижение. Оценить ущерб. Да ущерб трудно оценивать, потому что проходит американская белая бабочка, приводит к дефолиации. То есть объедает листву. Не вредит коре, не вредит проводящей ткани и так далее. Таким образом, декоративный вид выглядит действительно неприглядно. Что касается здоровья или силы дерева, в 99% случаев это не носит какой-нибудь серьёзный характер, какой-нибудь ущерб. Что касается эффективности, регулярно мы вместе с Институтом цветоводства и субтропических культур, с учёными проводим мониторинг эффективности действий. На сегодняшний день мониторинг показывает порядка 85-95% эффективности. Если вы прямо сейчас повернёте камеру, только что обработанное дерево, идёт резкое опадание бабочки, то есть она ослабляется, гусеница, и падает на землю. Здесь уже погибает. Таким образом, огромное количество гусениц на земле, которое изумляет прохожих, говорит о недавно проведённой обработке деревьев. Сочинская ТЭС увеличила отпуск тепловой энергии в первом полугодии на 60%. Выработка тепла на станции началась только в 2016 году, и с каждым годом показатели только растут. В ТЭС подведены итоги деятельности за первое полугодие. Показатели по станции более чем положительные. Отпуск тепловой энергии здесь возрос на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Связывают значительные изменения с модернизацией, которая произошла в работе как самой станции, так и муниципальной ресурсоснабжающей организации. В прошлом году Могус Сочи тепловой энергии на своей котельной провёл большую реконструкцию. Мы, в свою очередь, модернизировали свою схему выдачи мощности. Это позволило увеличить отпуск тепловой энергии на 60%. И всё это вместе, в совокупности, наша работа совместно позволила сдерживать тарифы на уровне ниже инфляции. Потому что это большое благо для наших потребителей. Ко всему прочему, результаты мониторинга в рамках программы по охране окружающей среды показали, что станция по-прежнему одна из самых эффективных отечественных электростанций по уровню экологической безопасности. Но предприятие не только активно наращивает объёмы. Здесь проводят постоянную подготовку и обучение персонала. Открыт тренажёрный комплекс, с помощью которого энергетики могут моделировать разные ситуации, в том числе аварийные в условиях, максимально приближённых к реальности. Как следствие, сотрудники Сочинской ТЭС – победители всероссийских ежегодных корпоративных соревнованиях профмастерства. Команда была подготовлена не просто на участие, а на победу. Второе – это наша многоступенчатая система подготовки, отработанная уже годами. И третье – естественно, достаточно высокая и подтверждённая квалификация персонала. Персонал станции очередной раз доказал, что они могут не только квалифицированно эксплуатировать оборудование, но и быстро и грамотно предотвращать внештатные ситуации, которые могут возникать на оборудовании. Сейчас лучшие в профессии готовятся к осенне-зимнему периоду. На станции проводятся плановые ремонтные работы и техническое обслуживание. Отклонений от графика нет, а значит, сочинцы будут обеспечены светом и теплом. Татьяна Говоркова, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Король горы остаётся неизменным. В минувшие выходные в горах Сочи завершилось уникальное спортивное событие серии «Хард эндуро». Соревнование прошло в рамках спортивного праздника «Мочьюл Экстрим Шоу». В третий раз на горных вершинах собрались профессионалы и любители, чтобы посоревноваться друг с другом в гонках на мотоциклах. Общая протяжённость маршрута составила более 20 километров. Специально подготовленные трассы были разделены на два класса сложности – про и хобби. Участники должны были преодолеть искусственно созданные прологи. Это испытание определило очередь старта на покорении пиковой площадки горы «Чёрная пирамида» на высоте 2340 метров над уровнем моря. Пройти весь маршрут не смогли многие райдеры. Коррективы в ход соревнования внёс ливень, продолжавшийся более пяти часов. Адреналин сумасшедший. Трайф боялся, что наверху будет туман, и мы будем последний финишный падеж штурмовать вслепую. Потому что там туман ложится моментально, поблокадочнее. И будем просто полный газ держать и по старой памяти ехать на арку. Но повезло, мы приехали, всё было чисто, дождь ещё не начался. Мы поднялись, потом погода начала портиться, и мы потихоньку начали спускаться уже. Матогонщикам и другим участникам мероприятия пришлось покинуть верхнюю площадку. И соревнование было остановлено. В результате корона короля горы, как и в прошлом году, досталось гонщику под номером 54 Николаю Иноземцеву. После церемонии награждения прошло зрелищное Мотюл Экстрим Шоу. В санатории «Знания» торжественно открыли детский развивающий клуб «Знаюшка». Новая игровая зона предназначена для маленьких гостей санаторно-курортного комплекса. Разрезать праздничную красную ленту сегодня собрались руководители санатория, строители, дизайнеры клуба и сами виновники праздника. Интересный, насыщенный и полезный досуг, причем как у взрослых, так и у детей. И это главная задача санатория – обеспечивать продуктивное времяпрепровождение своих гостей. Именно поэтому сегодня в «Знании» открыли «Знаюшку». Детский развивающий клуб – это очередная игровая зона для маленьких постояльцев. Здесь уже есть веревочный парк и детская площадка с аниматорами. Теперь ребята помимо активной деятельности смогут заниматься английским, хореографией, посещать город мастеров, монтировать собственные видеоролики. Запланированы здесь и мультпросмотры. Для этого помещения трансформируется в кинотеатр. Мы надеемся, что это найдет положительный отклик в душе наших гостей, что они оценят наше желание сделать отдых наших маленьких именно гостей более ярким. Посещать детский развивающий клуб «Знаюшка» могут и гости санатория, и просто пациенты того же медицинского центра. Это такой очень большой, серьезный шаг в общей стратегии санатория, потому что мы хотим стать самым комфортным санаторием в России для отдыха и санаторно-курортного лечения вместе с детьми. Мы их любим и стараемся сделать так, чтобы и детям было комфортно, и при этом взрослые могли уделить внимание себе, сходить на процедуры, отдохнуть возле бассейна или посетить фитобар. То, что в «Знании» угадали с открытием очередной зоны, говорит количество детей, пришедших на открытие клуба. Ребята попали на самый настоящий праздник с аниматорами и угощениями. Оценили маленькие гости и наполнение развивающего клуба. Тут очень много всего, новые игрушки. Здесь есть PlayStation и очки виртуальной реальности. Что, правда? Да. Где? Развиваться и отдыхать. Для реализации первой задачи в «Знаюшке» будут работать квалифицированные педагоги, а для второй – веселые аниматоры. Лучший отдых – это отдых с детьми. Доказано санаторием знания. Ольга Десятого, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте «ФКТ.ком». Подписывайтесь также на наши паблики в социальных сетях. С вами была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.